Здравствуйте, дорогие! Меня зовут Бухьян. Я кореянка, которая говорит на русском. Здесь мы говорим о секретах корейской красоты, тестируем очень много корейской косметики и также немного говорим о корейской культуре. Если вам такие темы интересны, то обязательно подписывайтесь на мой канал и оставайтесь дальше. Сегодня мы поговорим об очищающих средствах для кожи лица, что является самым базовым, нужным и важным этапом в уходе. Очищение для кожи лица должно быть другим совсем, не таким, как очищение для тела и для рук. Есть специальные средства для кожи лица, потому что наша кожа лица очень тоненькая, она очень чуткая, она чувствительная, поэтому нужно относиться к ней очень бережно. Поэтому для рук существует отдельное мыло для рук, есть гель для душ, это очищающее средство для тела, также у нас есть шампунь, это очищающее средство для головы, для волос, также есть отдельное, обязательно отдельное очищающее средство для лица, Потому что оно не должно разрушать защитный барьер кожи, не должно пересушивать кожу, поэтому очень важно правильно выбирать очищающие средства. Сегодня я хочу выделить три разные категории. Первая это гель для очищения, вторая пенка для очищения, третья это энзимная пудра. Чем же они отличаются? Все они выполняют функцию очищения кожи. Именно мы умываемся этими средствами. Этими средствами мы можем пользоваться утром, после сна, когда вы проснулись, все равно кожа в течение ночи вырабатывает кожную себу. Разная пыль на подушке, в постельном белье, поэтому мы обычно умываемся утром. Также вечером, если вы не используете декоративную косметику, если вы не используете SPF, то достаточно умыться пенкой или гелем для умывания. Если вы человек, который использует декоративную косметику, водостойку, солнцезащитный крем, тональное средство, тушь, тогда мы первым делом смываем декоративную косметику гидрофильным маслом или другим очищающим средством для домакияжа. И затем вторым этапом мы умываемся этими средствами. Какие же различия существуют? Гели, как правило, считаются более мягкими средствами для очищения кожи. Они, как правило, имеют такую гелеобразную действительно текстуру. Они хуже пенятся, когда вы разбавляете водой, не выходит очень много пенки, как это делает пенка для умывания. Но при этом после того, как вы очищаете кожу именно гелем, ваша кожа остается увлажненной. Именно поэтому очень многие, у кого проблемная кожа, у кого сухая кожа, чувствительная кожа, предпочитают именно гелевые средства для очищения кожи. Покажу вам сразу некоторые примеры. Один из самых популярных очищающих гелей в России, это вот такой вот гель от бренда Costa Rex. Называется Low pH Good Morning Gel Cleanser. Так как многие бренды рекомендуют использовать именно гелевые очищающие средства для удеренем и умывания, потому что утром никто не спит ночью с макияжем, поэтому вам достаточно очень легкое очищающее средство на утро. Поэтому вот этот продукт очень хорошо подходит. Ну и также он подойдет для тех, кто не использует декоративную косметику. Например, те же парни, мужчины, которые не используют никакую косметику декоративную в течение дня, могут умываться этим гелем. Большое преимущество данного геля, что после него не стягивается кожа, потому что многие после агрессивных таких очищающих средств чувствуют, что кожа стягивается, сушится, поэтому хотят найти более мягкое средство. Именно это средство соответствует данным стандартам. Такой же вот гель есть у бренда MediPill. Это называется Fit to Juars Gel Cleanser. Тоже, в общем, такие средства называются Gel Cleanser. И обычно все гелевые очищающие средства очень мягкие. Мне единственное в этом очищающем средстве не очень нравится аромат, потому что напоминает какое-то мыло, но при этом тоже очень бережно очищает кожу, очень большой объем, поэтому удобно использовать. Также у меня еще есть гель для очищения вот такой вот от бренда You&Me. Он идет Enrich Honey Cleanser. Очень вкусно пахнет. Сам по себе желтый такой красивый оттенок, упаковка красивая. Но тоже не сильно пенится, но при этом бережно очищает кожу лица. Гелевые очищающие средства я рекомендую для обладателей чувствительной кожи, для обладателей сухой кожи, но нужно запомнить, что гель для умывания не смывает декоративную косметику вообще. Тональное средство нужно умыть отдельно, потому что гели, они очень бережно очищают кожу, но при этом не способны очищать декоративную косметику. Поэтому запомните этот момент. Вторая категория, самая распространенная, это пенки для очищения. Это, наверное, самое базовое косметическое средство, с которым сталкиваются девушки, может быть, подростки, которые только начинают знакомиться с уходом, начинают именно покупать пенку. Но это как мыло, они, как правило, самые бюджетные. На самом деле пенки, да, не обязательно брать очень дорогие, потому что очень бюджетных тоже много хороших. Пенка, как правило, имеет такой белый просто оттенок и, разбавляя водой, очень хорошо пенится. И как же выбирать правильно пенки? К сожалению, есть на рынке такие пенки, которые могут очищать с вашей кожи все. И декоративную косметику, водостойкую, солнцезащитные средства, и тушь, и подводку. Но если ваша очищающая пенка делает именно это, то лучше им не пользоваться, потому что очищающее средство не может, если делать это бережно, он не может все смыть, особенно в солнцезащитные средства, тушь, ресницы. То есть это должно смываться отдельным средством. Почему мы разделяем очищение в два этапа, чтобы это было более бережно? С одной стороны, нам нужно смыть весь макияж с лица, с другой стороны, мы не должны травмировать кожу. Поэтому мы делим эти функции в два средства. Поэтому если у вас пенка, которая очень хорошо все очищает, но при этом вы чувствуете, как ваша кожа стягивается после очищения, то лучше это средство использовать для тела, а для кожи искать более бережное средство. Сейчас на рынке очень много хороших очищающих пенок, которые хорошо пенятся, хорошо очищают кожу, но при этом оставляют ее увлажненной. Обратите внимание на серии, где написано low pH, что означает, что водородный показатель, то есть pH уровень нейтральный, который ближе к состоянию кожи. Как раз такие средства оставляют кожу увлажненной, в хорошем комфортном состоянии, даже после хорошего очищения. Например, вот такая вот пенка, называется hyaluronic acid, low pH cleansing foam. Именно пишут часто low pH, чтобы, ну как бы, это как шпаргалка для вас. У бренда Isn'tree вообще самая популярная линия данного бренда, это серия с гиалурной кислотой. Она очень-очень хорошо увлажняет кожу, поэтому это их последняя новинка, обязательно попробуйте. Здесь пенка тоже обычно 100-150 мл, его на долго хватает, они очень экономные, бюджетные, потому что вы используете совсем чуть-чуть, потому что вам много средства не надо, и при этом он хорошо очищает кожу и оставляет кожу увлажненной. Поэтому я вам такую рекомендую. И еще для проблемной кожи можно попробовать вот такую вот пенку от COSRX, Calming Foam Cleanser. Это из линейки специальной, которая направлена на борьбу с проблемной кожей, с акне. Очень хорошо тоже пенится, но при этом для жирной кожи, для проблемной кожи подойдет, и также для комбинированной кожи я тоже часто использую. Кстати, и особенность пенок в том, что они могут смыть солнцезащитные средства, если это не водостойка, и легкий тон также может смывать. Но, конечно, немножко отличается в зависимости от какой пенки, но, например, вот такая пенка смывает мой легкий тон, который я наношу, потому что обычно, в большинстве случаев я использую просто обычный тон, не делаю ресницы, подводку, потому что подводку, ресницы я всегда смываю отдельным средством. Поэтому, если у вас очень ленивый день, то вы можете использовать только пенку, но, если у вас другая пенка, то вы можете попробовать смыть макияж, и при этом, если после того, как вы очистили кожу, если вы чувствуете, что на вашей коже осталась декоративная косметика, то, конечно, лучше смыть отдельным средством. Вот, поэтому пенки обращайте такие, в которых водородный показатель нейтральный, где написано low pH, обратите на такие внимание. И если у вас есть пенки, которые смывают, очищают все с кожи, и также оставляют кожу очень сухой, и раздражают ее, то смело избавляемся от таких средств. И еще одна рекомендация, когда вы используете пенку для очищения, сначала наносите средство на ладонь, потом добавляйте воды, и максимально хорошо вбивайте пенку. Потому что, если вы просто будете очищающим средством вот так втирать ее, то это будет более, как бы, возможность, что вы можете раздражать кожу больше. Лучше именно этой густой пенкой вот так вот легко массировать кожу, чтобы это было максимально бережно. И поэтому именно есть такие мочалки специальные, разные приборы для вспенивания пенки, потому что это тоже важный момент. Третья категория средств – это энзимная пудра. Не знаю, вы слышали или нет, но энзимная пудра – это такой новый вид очищающих средств в виде такого порошка, который также, добавляя водой, тоже становится пенкой, образует пену и очень бережно очищает кожу. А в чем преимущество энзимной пудры, что они немножко выполняют роль пилинга кожи, потому что вот такие маленькие частички, которые добавляются водой, некоторые растаивают, превращаются в пенку, некоторые вот такие частички остаются. И когда вы вот так массируете лицо, получаете вот эти энзимные пудры, вот такие вот, да, они, мы ими протираем поверхность кожи и тем разглаживаем, удаляем загрязнение, ороговевшие клетки кожи, поэтому это такой очень-очень бережный вариант пилинга плюс очищения. Мне тоже энзимные пудры нравятся, очень они мягкие. Обычно все энзимные пудры, которыми я пользовалась, они очень хорошо увлажняли при этом кожу, то есть после очищения не было стянутости, чувства стянутости кожи, кожа была очень в комфортном состоянии. И последнее вот мое открытие, это энзимные пудры бренда Изентри. У них есть два вида, это первая с полынию и другой с гиалуроновой кислотой. Оба они просто очень-очень шикарны, особенно вот эта энзимная пудра с гиалуроновой кислотой. Это открытие, несмотря на то, что упаковка не очень удобная, поэтому я долго не хотела им пользоваться, но когда я попробовала, я просто влюбилась, у кого чувствительная кожа, у кого очень сухая кожа, я рекомендую именно попробовать это средство, потому что действительно оно очень мягкое, хорошо образует пену, при этом хорошо очищает кожу, смывает тон, и при этом кожа остается действительно очень хорошо увлажненной, потому что здесь гиалуроновая кислота. На самом деле я не очень верю очищающим средствам, где написано, что есть пептиды, есть разные омолаживающие компоненты, потому что все-таки в очищающих средствах самое главное, чтобы хорошо очищала кожу, да и не травмировала. Но именно это очищающее средство, действительно, я поверила, что очищающее средство может быть увлажняющим, поэтому очень его рекомендую. И еще напоследок несколько рекомендаций. Во-первых, когда вы очищаете кожу, умываетесь, всегда ваши руки должны быть чистыми, потому что некоторые думают, что когда вы будете умываться, все-таки пенка это как очищающее средство, вы одновременно и помоете руки, и лицо, ну это совершенно другое. Руки все-таки не такие у нас чистые, потому что мы разные предметы прикасаемся, поэтому сначала обязательно помойте хорошо руки, чтобы ваши руки сами по себе были чистыми, а потом вы уже наносите пенку или гель для очищения, и образуете пенку, и бережно умываетесь. Второе, очень-очень важно, хорошенько смыть ощущающее средство с кожи лица. Когда мы массируем кожу пенкой или гелем для очищения, буквально одну-две минуты максимум, потом 3-4 минуты мы должны уделить тому, чтобы смыть все остатки. И также не забывайте про такие зоны, как вот здесь, да, многие просто пропускают вот эти зоны, вот здесь, да, когда вы делаете пенкой, вот такие зоны очень важны, именно там, где есть складки, те зоны, где мы можем пропустить, потому что многие вот так вот умываются, и забывают, например, вот эти зоны, где виски, а потом там же и появляются прыщи. Поэтому я рекомендую всегда хорошо делать хвостик, ободок, чтобы все лицо было видно, и чтобы очищали все-все лицо. Ну и также умываться нужно водой комнатной температуры, ни в коем случае не горячей водой, и не холодной водой. Много еще там протирают лицо льдом, но на самом деле, особенно для у кого чувствительная кожа, это слишком-слишком холодная. Понимаю, что летом для снижения температуры кожи, иногда мы храним тканью матки в холодильнике, да, действительно, это может быть полезно, но именно ледяной водой я не рекомендую умываться. Итак, я надеюсь, что сегодняшнее видео было полезно для вас. Если да, то поставьте пальцы вверх. Жду ваши комментарии, ваши вопросы, какие-то новые темы для видео. Надолго не прощаемся, до скорой встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok